Старты Елены прошли в самом начале зимних игр, а вообще каждый олимпийский день насыщен событиями. Сегодня болельщики наблюдали и приятные, и печальные моменты. Между тем, пока весь мир следит за соревнованиями спортсменов, до сих пор не утихают разговоры о церемонии открытия Белой Олимпиады в Сочи, в блогах, в соцсетях и просто на улице. Приятно, что к созданию такого масштабного и технически сложного шоу приложил руку и специалист из Чувашии. С ним познакомилась наша съемочная группа. Александр Николаев занимался компьютерной графикой. Основная задача состояла в том, чтобы перевести все макеты в цифровой вариант. Приходилось создавать трехмерные объекты. То, что потом превратилось в огромные декорации. Проплывающие острова – главные достопримечательности нашей большой страны. Студия художника-постановщика главного церемонии открытия. Они создавали каждую сцену буквально вот на столе из бумаги, из пенопласта. И присылалась нам какая-то фотосессия с разных ракурсов, то есть те или иные объекты. И нам нужно было это сделать в цвете. То есть так, как это будет в жизни выглядеть в принципе. Это был очень кропотливый труд, потому что каждую картинку, каждый объект, который использовался в тех или иных номерах, разглядывали прямо под лупой. Каждый номер приходилось вырисовывать в ручном режиме, в разных ракурсах и всевозможных вариантах. Выкладываться приходилось на 100%. Целый месяц напряженной работы, но на усталость никто не обращал внимания. Команда работала в Москве, команда работала в Нью-Йорке. В Москве, то есть несколько даже команд, кто-то занимался непосредственно оформлением, то есть созданием каких-то видеороликов, каких-то имиджевых роликов. Команда, которая занималась непосредственно эскизами, команда, которая занималась проекциями различными. То есть очень много людей. Александр работал в Нью-Йоркской студии на самом современном оборудовании. Никто из команды не имел права рассказывать об этой работе, даже самым близким людям. А никто не имел права разглашать, то есть подписывалась бумага. Естественно. То есть, ну а как можно кому-то чего-то рассказывать до того, как церемония прошла? Даже никто видеть не мог. Ни одного скетча, ни одного наброска, ничего. То есть, в этом-то весь смак, на самом деле. То, что выходило из-под руки мастера, сразу отсылалось на согласование. Каждый день новые эскизы. Но в конечном итоге, некоторые объекты, как, например, яйца Фаберже, в сценарии открытия так и не включили. Я, конечно, не знал до конца полностью сценария. То есть, я знал отдельные какие-то номера. И то я не был уверен, будут они, не будут они. То есть, концепции полные. То есть, у меня не было перед глазами. Я не знал, что, зачем будет идти. Я догадывался, но, как бы, опять же, уверен не был. Но я посмотрел бы. Такого еще никто не делал, я могу сказать. В Сочи на открытие Александр поехать не смог. Как раз накануне открытия зимних игр в Сочи у него родился сын Гриша. Церемонию смотрел дома, по телевизору. Но впечатлений от этого просмотра получил не меньше. Я очень доволен тем, что получилось. И я очень благодарен всем людям, с которыми мне довелось поработать. Огромное спасибо за это. Это необычайный опыт. Все очень здорово. Галина Титарчук, Сергей Рябчиков, Республика.